Добрый вечер всем! У нас сегодня 5 ноября 2024 года. Я сегодня уже делала маленькое небольшое видео, потому что день был сегодня, знаете, чудеснейший. Ну просто посмотрела, уже потом пришла домой после прогулки с Райко. 21 градус, представляете, ну жарище. Я говорю, что люди шли в шортах, значит, в балках. В общем, я в курточке пошла гулять, думаю, господи, так спарилась, как говорится, мне было очень-очень жарко. Вот. Ну, вот такой день был. Ну, завтра уже начинает похолодать, будет все снижаться температура. Ночью уже тоже сейчас не очень-то жарко, не очень-то жарко. Все-таки ночи прохладные, 10 градусов всего. Я вот сейчас отопление включила. Ну, я расскажу вам немножечко о том, о чем хотела, в общем-то, вам и рассказать сегодня. Ну, первонаперво, знаете, вот пока у меня Джанюка нету, пока, как говорится, меня никто надо мной тут не стоит, как бы, никто меня не, так скажем, не контролирует. Я сегодня, думаю, даже не сегодня, вчера позвонила, вернее, набрала Сильвию. Несколько ей там, ну, смс-с бросила. Это Сильвия, это моя подруга, кто, может быть, не знает, а кто знает, я уже про нее многое рассказывала. Французская подруга уже давняя. Ну, и мы с ней созвонились. В общем-то, я говорю, ты хочешь, ну, довольна, ты хочешь поговорить со мной? Она говорит, да, и мы с ней созвонились, и вот сейчас вечером долго беседовали обо все, как говорится, и ни о чем. Потому что очень долго не виделись, я объяснила ей ситуацию. Говорю, Вась, Джанюк у меня не очень любит, когда я, ну, в общем-то, моих друзей. Он, говорю, все, недоволен все чем-то, ну, с ней что-то он там ругался. Я говорю, ты знаешь, что у него тоже характер такой скверный бывает. В общем-то, правда, я ему поставила в известность, что я, говорю, все-таки нашла контакт с Сильвей, хочу с ней связаться. Тоже был недовольный. А, зачем тебе это, Сильвия? Я говорю, ну, как зачем? Ты там, значит, с друзьями тебя навещают. У тебя там, говорю, ходят дети тебя, значит, навещают толпами, знакомые. А я, значит, должна тут сидеть и слушать тебя, что вот нельзя меня, как говорится, с моими друзьями общаться. Ты там с ней поругался, а я, значит, не должна с ней разговаривать. Но он ничего не сказал, в общем. Короче говоря, поставила в известность и позвонились, созвонились мы с Сильвией. Знаете, оказалось, что у ней та же проблема, что и у Жанлюка. У ней тоже с сердцем большие-большие проблемы. Вот. Ну, у нее немножко по-другому, другая как бы проблема. Ну, она тоже ждет операцию на сердце. Представляете, вот что делается. У нее это получилось после вот этой, знаете, мировой болезни. Она, в общем, наставила себе прививок. Каждый раз, говорит, ставила прививки, каждый раз очень сильно болела вот этой болезнью. И после чего доктор ей так и сказал, что из-за этого у вас ваше сердце перестало, ну, в общем, ослабо, короче говоря, получило осложнение. Вот. Ну, вот так мы с ней обо всем и ни о чем. Тоже не могла долго найти докторов. Тоже та же проблема. То есть ругает весь свет. Ругается. Но, тем не менее, позитивно, позитивно с ней поговорили обо всем. Как бы всех наших жизненных таких ситуациях. Вот. Ну, что еще хочу вам рассказать. Сегодня я хотела вам... Я вчера несколько слов сказала о том, что я тут административными делами занимаюсь. Ну, а что это за административные дела? Это, знаете, у меня иногда вопросы мне задают, как продвигается мой развод. И вот эти как раз вопросы, то у меня вчера административные были о моем разводе. Мне, значит, написала моя адвокат. Ну, дала мне, значит, список там составила, какие я документы должна ей предоставить. А, в общем-то, для ведения вот этого моего дела, там, значит, и банковские счета и прочее, 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 короче говоря. И какие у меня есть расходы, там прочее, короче говоря, все, все, что нужно и что не нужно. Потом моя декларация, значит, за год и там прочее, короче говоря. Вот все это я делала копии, отправляла ей. Ну, в смысле не копии, а сканировала, отправляла. В общем, вот полдня этим и занималась. Потом писала письмо, потому что, как кто знает, кто во Франции живет, там специальная форма должна быть этих писем. Короче говоря, как могла, так отписалась, вот, отправляла. Ну, что, развод мой идет в полном, как говорится, ходом. А, да, она мне еще попросила в... Тоже она, у нас идет с ней все через переписку. И она меня попросила, чтобы я повестила, значит, моего бывшего мужа. Я, я лично, чтобы, ну, и написала ей, что, как бы, да, как это сказать-то, он согласен или не согласен на развод, который будет, ну, то есть он ничего не требует. Я ничего не требую от него, вот таким образом, то есть по обоюдному согласию. Вот, ну, я говорю, ладно, знаете, через не хочу. Через не хочу все-таки позвонила этому моему бывшему мужу. Ну, ой, ну, конечно, ему эта идея не понравилась, но я, правда, его заверила, что адвокат мне сказала, что ты можешь запросить там у него, допустим, ну, некоторую пенсию, так скажем, на проживание, так как говорит, это ненормально, что ты живешь у тебя, он не беспокоится о тебе. Вот, ну, по закону французскому я должна знать, по французским законам он должен меня, ну, чем-то там, ну, допустим, какую-то пенсию небольшую выделить мне. Но я сказала, что ничего я не хочу, я говорю, от тебя ни копейки не хочу, хотя адвокат, говорю, просил у меня, чтобы я, как бы, ну, запросила, что это нужно, возможно, это правильно. Я говорю, я ничего не хочу, ты только мне вот дай такой развод, развод, который будет по обоюдному согласию. Он сказал, ладно, я ему отправила это письмо, которое мне выслала адвокат, там даже для него нашли уже тоже адвоката, потому что у меня должен быть свой, у него должен быть свой адвокат, так по французским законам. Но на что он посмотрел и сказал, я ничего оплачивать не буду, никаких адвокатов. Я говорю, делай, как хочешь, развод все равно будет. Хочешь ты, не хочешь, будет у тебя адвокат, не будет, то есть или через суд, или как-то, ну, как мне адвокат сказал, время займет больше. Но, тем не менее, все равно нас разведут. А вот, то есть, вот так я начала это дело. Ну, что я вам хочу про него сказать? Ну, стали мы с ним разговаривать, а он мне, знаете, узнал, ну, спросил, спросил, как я поживаю, что я тут, как бы, делаю. Ну, я ему сказала, говорю, вот такая ситуация, ну, рассказала, что он, как говорится, текущая ситуация какая у меня. Ну, что он мне, знаете, сказал, ой, у меня сейчас, говорит, нет машины, он без машины уже остался, представляете? И машину уже продал, все продал. В общем, пешком ходит. Короче, говорю, ой, говорит, ты это, приедь ко мне, он живет далековато, ну, тоже, наверное, минут 40-50 от меня. Ты, говорит, приедь, забери меня, и я приеду к тебе в гости, типа с тобой побуду это время. То есть, и так подразумевается, что он будет здесь жить, я, значит, его буду кормить, он будет еще ругать меня, потому что он уже опять начал ворчать на меня, то не так, это не так, значит, что-то, почему вот так, вот. И говорит, типа, у тебя машина есть, мы с тобой тут, как бы, ты меня повозишь, туда и сюда, и, в общем, везде. Я говорю, ой, нет, 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 я сказала ему, я подумаю, просто я думаю, нет, нет, я не хочу. Это, знаете, как рабыня из Аура у него тут, вози его, он без машины, вот, в тепле, как говорится, будет сидеть там, там, у него 12 градусов в доме, он мне сказал, я говорю, почему ты не топишь? А оказывается, мой бывший муж опять взял кредиты, взял кредиты, и эти кредиты погасить опять не может. Ну, это как всегда, знаете, такая, ну, видимо, проиграл. Я говорю, а где деньги-то, куда ты делал? Он взял 10 тысяч, не очень большой кредит, но тем не менее, 10 тысяч, и все, кредита больше нет, ну, видно, проиграл. Вот, я говорю, где кредит-то, куда ты делал деньги, не говорит, вот. Вот, и теперь он не может оплачивать, то есть, я говорю, так сколько нужно в месяц оплачивать? 200 евро, говорит. Я так поняла, что он задолжал не только за кредит, но и задолжал уже за дом. Видимо, куда-то деньги эти все, я не знаю, дел, короче, проиграл. Я говорю, ой, и он говорит, давай снова будем жить вместе. Я говорю, сколько у тебя кредит этот будет длиться? Он говорит, 4 года. Я говорю, ты вообще издеваешься надо мной или как, говорю? Вот ты понимаешь, что я хочу жить здесь и сейчас, вот сейчас. А у тебя, говорю, кредит на тебе. У тебя, говорю, долги за квартиру. Я говорю, как ты вообще собираешься из этого состояния выйти, говорю? Такое состояние, в общем-то, ненормальное. А вот, молчит. Он говорит, ну, вот, если бы ты меня не бросила, все было бы хорошо, ты вот бы осталась со мной. Я говорю, ну, ты вообще понимаешь, ты все время берешь кредиты. Вот, я с тобой или не с тобой, ты все, но берешь. Ну, я же брала для того кредиты, чтобы, допустим, выиграть, значит, как он сказал, выиграть, ну, видимо, в какую-то лотерею или, я не знаю, в казино выиграть, значит, там много денег. И потом купить дом, и потом мы поедем отдыхать. Я говорю, я так не живу. Вот это не моя схема жизни. Я говорю, я с тобой прожила 8 лет, я поняла, что ты не вылазишь из кредитов. И я говорю, тебе сделала, так скажем, последнее предупреждение. Ты не понял. Сейчас я хочу, говорю, жить без тебя. Ты мне сейчас, ну, не нужен для жизни. А вот, ну, на что он замолчал. Ну, мы могли бы жить хорошо. Я говорю, как можно жить хорошо, когда, ну, вот сплошные кредиты. Вот сейчас человеку 76 лет, через 4 года 80 лет. И вот мне живи сейчас с ним, значит, и вот эти вот кредиты его выплачивай, получается. То есть там жить на минимум придется, потому что я так поняла, что там ужасно-ужасно большие у него задолженности, за квартиру и за все. Ну, сейчас мне, я знаю, будут говорить, что, ну, Марина, возможно, эти кредиты повиснут на мне. Нет, с адвокатом я советовалась, и адвокат мне сказала, с тех пор, как ты поменяла адрес, все уже, то есть твоей подписи ведь нету, говорит, что ты кредиты берешь. Значит, это его кредит будет. Это не будет кредит твоим, потому что ты с ним не живешь, у тебя другой адрес. Это именно сказала мне адвокат. Не бойся, говорит, все это, как бы, все это, ну, не играет роли. То есть он делает все, что он хочет, потому что он живет без тебя, вот. Вы знаете, когда я с ним жила, он меня заставлял вот эти вот, прямо заставлял, знаете, как ругал меня и прочее, чтобы я вот эти росписи ставила в его кредитных вот этих вот, таскал меня везде. То есть, знаете, как я через не хочу эти кредиты брала с ним вместе, но никогда не видела ни копеечки, ни сантима он мне не давал, все тратил вот на эти свои игры. А вот, ну, вот такие вот дела. То есть у меня развод идет полным ходом. Все как бы, ну, на мой взгляд, вы знаете, все равно с этим человеком, ну, мне кто-то подсоветовал, что нужно подождать. Да не могу я с ним, уже, вы знаете, не могу, сил моих нету чего-то ждать, потому что, ну, чего от него ждать? От него ждать только неприятности. Понимаете, человек не учится ничему. Жить в его доме, в котором, значит, 12 градусов тепла, вы представляете? Я говорю, сколько? Он говорит, 12 у меня. Ну, дом такой старинный, старый, это замок, сырой и холодный. И, понятное дело, там, ну, такой толстые стены и прочее. Это вот сельский замок, я, как вам, всегда об этом говорю. Поэтому там очень холодно всегда было, и его надо прогревать очень хорошо. Короче говоря, вот так и живет. Вот, и вот ко мне, видите, намылился приехать, чтобы у меня, как говорится, у печки погреться. Я говорю, ой, нет, я так не могу. У меня, говорю, 23-22 градуса тепла в доме. Ой, как ты жарко топишь. Ой, доктор французский сказал, что нужно жить в 12 градусах. Я говорю, не придумывай. Никто тебе ничего такого не говорил. Я говорю, ты сам придумал себе такую вот историю. Вот, ну, вот, видите, все вам вроде как рассказала. Ну, вчера я тут вам про Жанлюка рассказывала, все, вот, про его состояние, здоровье. Ну, все, пока, знаете, вот, пока ничего не рассказываю. Все держится на уровне, как говорится, на стабильном. Уже вчера вроде сказали, что завтра будут делать ИРМ, МРТ, а сегодня уже сказали, что места нету. В общем, короче говоря, знаете, смех, да и только то, что такие странности тут происходят. Вот, то есть, то его нету. Пока его, как сказали, эту неделю будут держать в этой клинике, ну, в этой госпитале, потому что мест в этом реабилитационном центре пока нету. Вот, и пока не предвидится. Ему же там всякое говорили, что надо. Короче говоря, он будет там сидеть в этом госпитале до тех пор, пока не освободится место. Ну, если не освободится, через два месяца будет два месяца сидеть в клинике, в госпитале. Так уже, ну, видимо, так и получится. Ну, они будут искать что-нибудь, чтобы его держать, потому что, ну, страховка у нас такая еще, знаете, такая, которая, можно находиться в этом, в этом, как говорится, в госпитале, столько, сколько там, прям так прописано, сколько будет нужно. Вот, поэтому им нет смысла его оттуда, ну, как бы оплачивают, и ладно. Вот, дальше. Сейчас тоже читала ваши все комментарии, вот, перед тем, как, ну, записывать мое видео. Ну, во-первых, спасибо вам большое там за все, что вы мне пишете. Большое-большое спасибо. Я вам, то, что я вам рассказываю, вы знаете, вот, я вот рассказываю, что ему медикаменты, лекарства не подошли. Вот вчера я вам рассказывала, что какая причина произошла с Жанлюком. Ну, не повезло человеку. Ну, мало того, у него и там генетически что-то не так. Еще и лекарства вот эти усугубили. То есть, понимаете, ну, вот так произошло. Там мне стали писать, что вроде кто-то пишет, что доктор, наверное, написал, что три месяца надо теперь проходить, а он, значит, не пошел. Ничего подобного. Все, что Жанлюк куда ходит, мы ходим вместе. Я всегда его контролирую, потому что я знаю, что он что-то не услышит, забудет. И потом я все вот эти документы прочитываю. Во Франции все пишут. Допустим, сколько, когда и куда прийти нужно. Если написано в документе, что вы должны прийти через год, то я вам говорю, что там написано, что нужно прийти через год. Единственное, там была оговорочка. Если не случится, допустим, ну, какие-то боли в сердце и прочее, тогда в таком случае вы должны позвонить КЭНЗ-15. Не к доктору бежать, а в неотложку, так скажем. Неотложку-то мы звонили, я же вам о чем и рассказывала, что вся вот эта ситуация, почему и произошла. Я же там все подробно рассказала. Неотложку не взяли, к доктору не попали. Короче говоря, в любом случае тут вина доктора. Вот хотите, нет. Верьте, хотите, нет. Это получается, что доктор, назначая новые медикаменты, он должен быть тут же дать встречу ему. Ну, сказал бы, идите к секретарю и возьмите встречу через, допустим, три месяца, как нормальные люди делают, когда сильные лекарства назначают. Но, тем не менее, он этого не сделал. Там написано, значит, через один год. Ну, кто-то говорит, покажите мне документ. Я никому ничего доказывать не буду, потому что, ну, вот так есть, я вам говорю, то, что я вижу, то, что я знаю. Вот, а доказывать, показывать документ я не собираюсь. Во-первых, это не мой документ, это первое. Во-вторых, ну, слушайте, не верите и не надо, что ж я вам буду. Вот видите, что произошло, то произошло. И потом, если вы, я же назвала название этих лекарств и медикаментов, вы можете, там же я уже 10 раз его писала, вы можете взять вот это вот, как вы сказать, видаль, есть такой у нас толстый такой, знаете, справочник по медикаментам, он есть в интернете, кстати сказать, этот видаль, он всемирный, все им пользуются. И там вы можете посмотреть, полистать, ну, найти вот эти вот, как сказать, инструкцию к этим таблеткам. И там, если по-русски будет читать, русским языком написано, вот, что он, нельзя принимать его, когда происходит вот этот вот кризис-кардиак. Ну, нельзя. А Жалюк его принимал. Вот, поэтому, ну как, я даже знаю, когда это произошло. Я спрашиваю, ты же знаешь, вроде как, да, я видела, но я так и поняла, что это, что-то произошло с сердцем. Вот, что-то с ним произошло. Он перестал дышать, у него тут же дыхание. Я видела это, вот, прямо, он не смог подняться, он, вдруг ему плохо стало, он начал принимать свои ингаляторы, ингаляторы и действуют. Там видно было, он замаскировал вот это лекарство, оно замаскировало и спровоцировало вот этот кризис-кардиак, или как это по-русски, инфаркт. Вот, инфаркт миокард, если хотите. Вот так вот. Он просто спрятал. Вот. Ну, и ещё больно было, больно было, у него живот болел. Вот, у него вот так, у него всё же, вот, он мне говорит, болит живот, болит живот. Что у меня, говорит, так болит живот? Видимо, у него не в сердце, вот, не здесь, а вот именно как-то в живот. Говорят же, у кого рука болит, у кого челюсть, говорят, даже болит, у кого спина. У всех по-разному. Вот такое, вот так стечение обстоятельств, так произошло. И хотите, не хотите, но все равно, вот, я все равно склонна к тому, что когда назначаются новые какие-то сильные препараты к сердцу, для сердца, нужно быть, ну, нужно, чтобы за ним кто-то смотрел. Там, знаете, у него написано, что наблюдение через три недели, вот написано, три недели наблюдений. Но он не написал, кто должен наблюдать. Мы показали это нашему женералисту, вот этот вот, причем, а, да, причем вот этот лист, лист вот этот вот, вот эти вот все, как сказать, как бы он прошел, помню, ему назначение сделали, он прошел этого доктора, и доктор сказал, через неделю, говорит, я вам вышлю все вот эти документы, вот. Но неделя прошла, вторая, там, третий, месяц, по-моему, больше даже. Жальюк позвонил потом туда, в центр, туда, где делал, вот, проходил вот эту всю, ну, кардиолога. И кардиолог, он забыл отправить эти документы, вы понимаете, они пришли позже, и к нам пришли позже, и к нашему женералисту. А к женералисту вообще не пришли, мы принесли эти документы сами. Он забыл ему отправить. Вот произошло, что произошла все-таки оплошность доктора. И когда у меня там кто-то защищает доктора, там, и прочее, нет. Я считаю, что он в 100% финновар, недаром же он сейчас прячется. Его нигде нету, мы его искали, знаете, как исчез куда-то, вот. А у него, кстати, он открыл новый кабинет, это доктор, как раз открыл он и его жена, потому что у него жена тоже, ну, она не кардиолог, она анжиолог. И они открыли новый кабинет. Ну, и мне кажется, так как открыли кабинет, скорее всего, ну, наверное, кредит взяли, им нужно много пациентов. Но так как много пациентов, они и забыли обо всем на свете. Вот, скорее всего, так оно и было. Вот, ну, такой человеческий фактор не очень хороший. Вот, а, кстати сказать, у Жальнюк это прописаны некоторые медикаменты, которые, они для него вызывают обратный эффект. Там есть, там у него прописано. Так вот этот вот, вот этот медикамент, как раз он и есть из тех запрещенных, которые Жальнюк не может принимать. Короче говоря, полная произошла халатность вот этого доктора. Может быть бы сердце-то и болело бы, и заболело. Просто нужно было за этим смотреть очень тщательно. Вот. Ну, вот, что бы случилось, то случилось. Тут дала вам объяснение, почему так. Ну, а документы показывать я уж не буду. Знаете, или верьте мне на слово, ну, или не верьте. Результат какой, что Жальнюк лежит в больнице. Вы это видели, я показала вам. Все как бы это все официально, все это, ну, то, что мы тут искали доктора, вы тоже это видели. Я же ничего не скрывала, все вам показывала, как все происходит. У меня вообще нету, знаете, такой манеры, что-то придумывать и обманывать, или нагнетать ситуацию. Проводки там к нему присоединены. Вы же тоже понимаете, что просто так. Никто в больнице не будет человеку капельниц, знаете, по 10 штук наставлять. Понятное дело, что что-то серьезное произошло. И потом вот аппарат здесь у него на груди. Тоже уж понятно, что не просто так, знаете, вот я пришла, хочу вот аппарат. Никто мне его не оденет. И никто меня держать. Сегодня, кстати, две недели. Не будет в больнице просто так. Вот, а тем более во Франции. Кто меня будет держать здоровую? Понятное дело, что-то произошло. Вот, что-то случилось. Не все так просто. Ну, ладно. Всех вас люблю, целую и обнимаю. У меня сегодня, знаете, много хороших, видите, новостей всяких. Всем вам доброй ночи. Хорошего доброго утра. Кто-то будет меня смотреть за чашечкой чая или кофе. Пока-пока. И очень надеюсь, что до завтра.